Девушки отдыхают Она дает возможность получить электричество, используя энергию приливов и отливов. Тогда, в 70-х годах, возобновляемые источники энергии были еще не так популярны. Тогда мы представляли это себе как перевернутый ветряк, который можно опустить в реку и использовать ее течение, чтобы качать воду. Мы пошли дальше и действительно сделали это. Потом, много лет спустя, в 90-х, нам пришла в голову мысль, что мы бы могли развить эту идею и построить приливную электростанцию. Питер Фрэнкель мечтал создать амбициозный проект – установить огромные подводные турбины. Приводимые в движение приливами и отливами, они бы позволяли получать большие объемы экологически чистой электроэнергии. Чтобы достичь успеха, он неустанно трудился над этим полжизни. Мы встретились с Фрэнкелем в градке Портоферри на севере Ирландии, где ему удалось таки осуществить свою мечту. Имя ей Сиджин. 30 лет вы вынашивали идею создания приливной электростанции, и вот Сиджин наконец-то установлена в море. Что вы почувствовали, когда все это свершилось? Наверное, я должен был сильно волноваться, но нам было очень трудно в процессе установки этой станции. И на самом деле я скорее чувствовал сильную усталость. Работы заняли много времени, наконец-то мы это сделали. Ну, вы понимаете, такие были ощущения. Ну и, конечно, мы были взволнованы и очень довольны. Это был исторический момент, опустить эту штуку в воду. А во-вторых, естественно, важно было начать вырабатывать с ее помощью электричество. И вам отлично это удалось. Сколько вы уже получили электроэнергии за это время? О, да, мы получили полторы тысячи мегаватт часов, и около половины только за последние 3-4 месяца, потому что до конца 2009 года у нас были серьезные ограничения. Были опасения, что мы можем навредить тюленям или другим морским обитателям. Думал, что сейчас у экологов, которые проводят мониторинг, растет уверенность в том, что мы не приносим вреда. Они ослабили ограничения, в результате мы смогли работать больше. И производить больше электроэнергии. Расскажите о финансовой стороне дела. Ведь соорудить подобные устройства стоит недешево. Откуда поступали средства? Финансировать этот проект для одного человека нереально дорого. А с точки зрения разработки нового источника энергии очень даже дешево. Развитие новых технологий всегда требует вложения больших средств, особенно если речь идет о строительстве в море. Поэтому мы пытались получить правительственный грант, поскольку правительства, как правило, обязательно оказывают поддержку подобным разработкам. Но они никогда не спонсируют такие проекты полностью. И нам пришлось искать промышленных партнеров. А совсем недавно мы привлекли венчурный капитал. То, что вы сейчас видите за моей спиной, стоило нам порядка 35 миллионов евро. Почему вы установили станцию именно здесь, в заливе Стрэнкфорд? Правительство Северной Ирландии проводило исследования в области возобновляемых источников энергии, и они упустили возможность использовать энергию моря. Я увидел этот документ и воскликнул. Стоп! Почему вы не включили в список один из кладезей природной энергии? Они мне сказали, что не знают никого, кто мог бы провести исследование в этой области. Я предложил себя и получил задание изучить приливы и отливы у берегов Северной Ирландии. И благодаря этому исследованию я побывал во многих прекрасных местах, включая и залив Стрэнкфорд. Здесь не только удивительно красиво. Здесь сосредоточены невероятные запасы природной энергии. И я понял, что это именно то место. Каковы ваши ощущения от всего этого? Вы должны быть очень гордитесь этим проектом. Ну, я рад тому, что он у нас есть. Не скажу пока, что мы добились всего, чего хотели. Это как взбираться на гору. И кажется, что вершина, конец пути уже близко. И ты в итоге покоряешь ее. Но впереди еще одна гора, на которую тоже надо вскарабкаться. Это как американские горки. Долгое время я не был уверен в успехе. Всегда может случиться что-то непредвиденное. То, с чем мы раньше не сталкивались и не могли предусмотреть. Вдруг у нас не хватит средств. Или нам не повезет. Или что-то вообще пойдет не так. Второго шанса не будет. Даже если это удачная идея. Слишком многое висит на волоске в первые дни работы. И малейшая неудача означала бы, что все пропало. Везение и упорство – это то, что помогает нам двигаться вперед. Но мы еще не достигли конца пути. Это первый этап, по сути своей, экспериментальный. Следующая ступень – десяток таких систем, которые будут построены и которые будут работать. Поскольку электростанция «Сиджен» доказала свою работоспособность, компания Питера Фрэнкеля смогла заключить контракты на постройку двух таких установок мощностью в 10 и 100 мегаватт. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...